Здравствуйте! В эфире передача «Прямой разговор» в студии Татьяны Ионкина. Сегодня гость нашей передачи Александр Александрович Новиков, заместитель главы муниципального образования города Десногорск, председатель комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу. Александр Александрович, здравствуйте! Здравствуйте, Татьяна! Здравствуйте, уважаемые жители нашего города! Тема нашей беседы – капитальный ремонт многоквартирных домов. В 2016 году ремонт уже начат. Какие дома попали в программу? В этом году в программу капитального ремонта по городу Десногорск попали 5 многоквартирных домов. Это дома номер 16, 17 четвертого микрорайона, на квартирные дома номер 3, 10 и 15 первого микрорайона. Какие работы планируется выполнять в ходе ремонта этих домов? В ходе ремонта домов планируется выполнение работ по ремонту фасадов, по ремонту кровли с заменой кровли, по ремонту внутренних инженерных систем, в том числе это системы горячего и холодного водоснабжения, системы теплоснабжения, системы водоотведения, канализации. Также у нас будут выполняться работы по ремонту фундаментов, по ремонту цоколей и замене лифтового оборудования в подъездах многоквартирных домов. Это полный перечень работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, определенный именно законодательством? Нет, Татьяна. Данный перечень гораздо шире. В соответствии с законодательством со статьей 166 ЖК РФ дополнительно могут быть выполнены работы по утеплению фасада, по разработке проектной документации при необходимости, установке прибора учета, установке автоматизированных тепловых пунктов. На какой именно сейчас стадии находятся работы? На сегодняшний день у нас полностью завершены работы и выполнена приемка капитального ремонта по домам номер 17, 4 микрорайона и номер 10, 1 микрорайона. Сданы работы по ремонту кровли, как я ранее говорил, по ремонту фасадов, в том числе с утеплением межпанельных швов, замене внутренних инженерно-технических систем. Значит, работы приняты, приняты в том числе с представителями собственников квартирных домов, которые достаточно активно участвовали в этой приемке. Кто осуществляет курирование и приемку? Курирование работ по капитальному ремонту осуществляет заказчик, это некоммерческая организация, региональный фонд капитального ремонта по Смоленской области. Осуществляет представитель подрядчика, представитель администрации, комитет по городскому хозяйству и собственники многоквартирных домов, которые выбрали у себя представители, ответственные, кое-где есть советы домов. Могут ли в рамках капитального ремонта выполняться какие-то другие работы, не предусмотренные законодательством? Законодательство подразумевает расширение перечня работ, не предусмотренного в основном в статье, но за счет увеличения стоимости взносов на капитальный ремонт. Я хочу напомнить нашим жильцам, что на сегодняшний день стоимость капитального ремонта по Смоленской области составляет 6 рублей 8 копеек. Какие наиболее острые вопросы Александра Александровича, проблемы были выявлены при выполнении капитального ремонта? Наиболее острыми проблемами при выполнении капитального ремонта были отсутствие понимания, не в полной мере, но все-таки жильцов и предоставление доступа к внутренним инженерным системам. В соответствии с законодательством, внутренние системы являются общедомовым имуществом и подлежат при капитальном ремонте замене в полном объеме. Значит, некоторые собственники не допускали подрядчиков в свои квартиры, апеллируя тем, что у них выполнен ремонт, стейки заделаны и так далее, боясь разрушения. Значит, что в свою очередь привело к тому, что многие системы были заменены частично. У нас получились трубопроводы, состоящие как из стальных труб, так и полипропиленовых. Соответственно, все соединения, которые были установлены, сейчас начинают давать подтеки, к нам начинают поступать жалобы. Все это, естественно, оперативно направляется подрядной организацией, направляется в фонд капитального ремонта. Замечания устраняются, но это имеет место быть. — Какие дома включены в программу капитального ремонта на следующий год? — Значит, на следующий 2017 год по нашему городу включены в программу капитального ремонта, включены дома второго микрорайона, и это замена лифтового оборудования. — А кто подрядчики? — На следующий год подрядчики у нас еще неизвестны, это все будет по результатам проведения конкурса. В этом году с выполнением капитального ремонта у нас занимались смоленские компании, это ООО «Дом», ООО «Гарантстрой» и ООО «Артельстрой», которые занимались 4-й микрорайон, 17-й дом и 1-й микрорайон, 10-й дом, которые уже сданы. Самые ответственные из подрядчиков у нас оказались. — А вот что еще, какие рекомендации Вы могли бы дать нашим жильцам и многоквартирных домов, чтобы на будущее они знали и всячески помогали, способствовали? — Я хотел бы обратиться к нашим жильцам, к собственникам многоквартирных домов с пониманием относиться к задачам, поставленным перед подрядными организациями при выполнении работ по капитальному ремонту. — К пониманию того, что капитальный ремонт делается в первую очередь для улучшения технического состояния систем жизнеобеспечения наших и наших домов. И поэтому содействие в плане допуска в свои квартиры, в плане предоставления доступа к системам является наибольной важной составляющей выполнения этих работ. Как я ранее говорил, те проблемы, с которыми мы столкнулись, приводят к последствиям, которые в дальнейшем будет очень тяжело устранять как и подрядной организации в рамках гарантийных обязательств, так и управляющей компанией, которая занимается обслуживанием Ваших домов. — Александр Александрович, вот еще такое пояснение. Скажите, раз возникают такие проблемы с заменой труб, какие еще можно рекомендации дать нашим жителям? Может быть, как-то согласовывать, если, допустим, ремонт производишь дома сам? — Значит, при выполнении самостоятельных ремонтов мы можем отправиться к договору управления, заключенным каждым собственником с управляющей компанией, будь то МУК ККП или УОС «Моленская сервис». Значит, в договорах управления прописано, что собственник не имеет права самостоятельно вносить изменения в инженерные системы. Поэтому все замены, все переделки должны в обязательном порядке быть согласованы с управляющей компанией, выполнены только квалифицированными специалистами, которые несут потом гарантийные обязательства по выполнению этих работ. — Ясно. Ну, а еще какие дополнения Вы могли бы? — Значит, в дополнение хотел рассказать о том, что при выполнении капитального ремонта, вот первый год у нас такие работы, значит, подрядчиками было допущено несколько нарушений, которые, в принципе, мы оперативно устранили. Это и оставление мусора, и, может быть, где-то оставление мусора на площадках. Значит, все это оперативно устраняется. Все Ваши замечания, замечания собственников, замечания жильцов, мы всегда рады принять и содействовать их скорейшему устранению. — Скажите, пожалуйста, подрядные организации — это только смоленские подрядные организации, или это привлекаются с других областей? — Так получилось, что в этом году конкурс, который проводил региональный оператор, значит, по результатам конкурса победили смоленские подрядные организации. Но конкурс является открытым, поэтому что будет в следующем году, либо через год при выполнении других работ, затрудняется ответить. — Александр Александрович, спасибо Вам большое за интересную беседу, надеемся чаще видеть Вас у себя в студии. Всего Вам доброго, до свидания. — До свидания. — Уважаемые телезрители, передача подошла к концу. Всего Вам доброго, до свидания. — 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 До свидания.